Всем привет! Я, как обычно, приветствую вас на YouTube-канале Головкой Партнёры. Сегодняшняя тема будет звучать так. Приват с 01.06 возвращает начисление процентов. Если эта тема вам интересна, советую посмотреть вам её до конца. А я начинаю. Итак, сейчас многие, как сказать, активно обсуждают эту информацию, что Приват официально объявил о том, что с 01.06 он начинает официально начислять проценты. Ну, давайте разбираться с юридической точки зрения. Военное положение, которое действует на данный момент, и которое, может быть, будет продлено, а может быть, не будет после 24.05, оно что означает? Оно означает форс-мажор и означает, что, в принципе, граждане, люди, которые оформляли кредиты, большие или малые, они могут, по сути, эти кредиты не платить в связи с форс-мажором. В этот период им не имеют права начислять ни штрафов, ни пений. А люди не оплачивают как проценты, так и тело. Но после отмены военного положения им придется это дело оплатить, как минимум, проценты и тело. То есть, подчеркиваю, проценты и тело. То есть, факт военного положения не освобождает от начисления процентов. Он запрещает начислять штрафные санкции и запрещает требовать оплаты. Форс-мажор. Но проценты по договору как начислялись, так и начисляются. То же самое касается и тело. Если вы можете платить в график, вы платите. Если не можете платить, вы не платите, и вам за это никто ничего не сделает. Считайте, как кредитные каникулы. Но как только военное положение отменяется, по сути, вы должны обслуживать свои кредиты. То есть, как бы заново, с ноля. А вот то, что у вас накопилось, вы должны либо оплатить в течение какого-то времени, либо договориться с вашим кредитором о том, как вы это будете оплачивать. То есть, начинать платить по графику с ноля, а вот накопленный долг урегулировать каким-то отдельным образом. То есть, по сути, то, что приват начинает начислять проценты с 01.06, это абсолютно, скажем так, логично. Потому что, по сути, он мог начислять их и весь предыдущий период времени. То есть, это, скажем так, была больше его какой-то, ну, как инициатива не начислять эти проценты. Большинство кредиторов, с которыми работает наша компания, продолжали начислять проценты. Более того, я вам скажу, они начисляли и всякие штрафы и пении, пытались угрожать и вымогать клиентов их оплатить. Поэтому, здесь уж, как говорится, это была воля привата, освободить людей от начисления процентов, своего рода подарок. И вот теперь эти проценты возвращаются. Поэтому, если военное положение не будет продлено, вам нужно будет, ну, оплачивать, обслуживать свои кредиты или урегулировать с приватом этот вопрос путем индивидуальных договоренностей. То есть, договориться с ним о том, какая у вас будет реструктуризация, как вы будете платить, что будет с вашим накопленным долгом и так далее. На это очень сильно повлияет, если у вас будет обязательно официальное обращение, письменное. И если к нему вы сможете приложить доказательства того, что вы потеряли имущество, потеряли работу или доход, да, почему вы не можете обслуживать свой кредит, вы вынушены переселендить и проживаете сейчас в другом месте, что у вас кто-то в семье там пострадал, погиб, ранен и так далее. То есть, официальные любые документы, которые подтвердят вашу позицию и ваше тяжелое материальное положение будут вам в пользу. Так что обращайтесь официально и договаривайтесь с приватом о том, как индивидуально уже реструктуризировать или даже списать вашу накопленную задолженность. Поэтому вот ситуация приблизительно такая, к этому нужно готовиться, да. Чем, так сказать, ближе мы к завершению активной фазы боевых действий, тем активнее кредиторы и придется с этим разбираться и иметь дело. Поэтому, надеюсь, эта информация будет вам полезна, вы ей вооружитесь. Если это так, то не забывайте нажать лайк, не забывайте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем стараться на них отвечать. Не забывайте распространить это видео, я думаю, оно будет полезно многим. А также, если вам нужна помощь моя или нашей команды, записывайтесь к нам на индивидуальные консультации. Телефон в ссылке к описанию к этому видео. Все консультации платные, напомню, всем успехов!